Легенды гласят, что когда Птолемей I пожелал обучиться геометрии, но как-нибудь побыстрее и не как все, Эвклид ответил ему «Государь, геометрии нет царской дороги». Вот так, казалось бы, и с экономикой. Нет у нее царских дорог, ну, кроме нефти. И при этом в вашей стране все равно должны быть выстроены порядки открытого доступа. Свободное создание организаций, транспарентность, подотчетная бюрократия и демократически сменяемая власть. Или все же есть? Ведь у нас перед глазами пример Китая. Ни вам демократии, ни вам свобода организации, только капитализм под бдительным оком коммунистической партии. А свои протесты, пресловутый Тянь-Ангмэнь, они вообще подавили. И именно с этого момента у них запустился безудержный экономический рост. Некоторые горячие головы и вовсе говорят, дескать, нечему нам учиться у Запада, жить надо по-китайски, тогда и успех будет, как у Китая, или не будет. Современный Китай – детище великого архитектора реформ Дэн Сяопина и его команды крепких стариков. Под руководством Сяопина Китай последовательно прошел политику четырех модернизаций. В сельском хозяйстве, в промышленности, в науке и обороне. Но когда наступил 1989 год, Дэн Сяопин сказал, нет пятой модернизации – демократии. В чем заключается секрет четырех модернизаций и почему Сяопин смог сделать то, чего не сделал Мао? Как функционирует современная китайская экономика? Правда ли, что ее потенциал бесконечен или за красивыми отчетностями китайских властей что-то скрывается? И, наконец, был ли оправдан исторический выбор, сделанный в 1989 году? Это Fury Drops – блог о популярной экономике и экономической науке. Меня зовут Григорий Баженов, и мы начинаем. В середине 20 века в мире царил огромный разрыв между Западом и остальными странами. Настолько огромный, что он казался непреодолимым. Однако чуть позже некоторым странам удалось, вопреки общей тенденции, сильно сократить отставания или даже догнать развитые экономики. Вы, наверное, догадались, что речь идет прежде всего об азиатских тиграх – Японии, Тайване и Южной Корее. В меньшей степени разрыв сократил Советский Союз. Считается, что по пути азиатских тигров, начиная с реформ Дэн Сиапина, идет и Китай. Благодаря высоким темпам экономического роста тиграм удалось преодолеть отставание от Запада примерно за 60 лет. По душевой ВВП этих стран рос в среднем чуть меньше 4,5% в год. Как этого удалось добиться? За счет чего отсталые аграрные экономики ворвались в развитый мир? И при чем тут Китай? То, что сделали азиатские тигры – это особый механизм индустриализации, известный как Большой Толчок. В чем его суть? Большой Толчок, он же Биг Пуш, заключается в одновременном строительстве всех элементов, развитых на тот момент времени экономики. То есть одновременно строится множество металлургических заводов, электростанций, автомобильных заводов, городов и так далее. Такая большая стройка имеет множество трудностей. Ведь получается, что темпы развития отраслей опережают и спрос, и предложение производимой ими продукции. Металлургические заводы возводятся одновременно с автомобильными предприятиями, которым необходимо в своих производственных процессах использовать листовой прокат. Автомобильные заводы возводятся в отсутствии листового проката, не говоря уже о спросе на их будущую продукцию. Поэтому получается, что каждый отдельный инвестиционный проект зависит от веры в то, что будут реализованы другие проекты. Те проекты, которые его дополняют. Кому-то это может показаться странным, но в действительности все успешные примеры Большого Толчка требовали государственной координации этих процессов и соответствующих гарантий. В 20 веке такая политика принесла плоды и Японии с ее дзайбаксу, и Южной Кореи с ее чебулями. Фактически СССР и сталинская индустриализация – это тоже бигпуш. Но если сравнивать индустриализацию Советского Союза с другими кейсами Большого Толчка, становится ясно, что речь совершенно точно не идет о полноценной истории успеха. И я не только о грандиозных человеческих жертвах, но еще и о довольно низких показателях эффективности политики эпохи Больших Строй. Кроме того, существуют и контрфактические траектории развития советской экономики, которые не дают нам оснований считать сталинскую индустриализацию столь же выдающейся, как в случае с Японией и Южной Кореей. Но сегодня речь не об азиатских тиграх и не о Советском Союзе. Сегодня мы говорим про Китай. Так почему же Китай смог достичь того, чего достиг? Итак, какие реформы были проведены в Китае? Для начала небольшая экспозиция. Когда говорят о китайской мечте, многие думают, что она есть не что иное, как китайская версия нашего хрущевского «догнать и перегнать Америку». Но если уж искать аналогии, то китайская мечта – это аналог трамповского «Make America Great Again» или «Вернем национальное и экономическое достоинство Китая». Еще в начале 19 века экономика Китая составляла порядка 33% мирового ВВП, но к середине 20-го снизилась до всего лишь 4. По душевой ВВП Китая в 1950 году составлял 799 долларов, в то время как в США – более 15 тысяч. Средний американец был богаче среднего китайца в 19 раз. В современной экономической истории Китая можно выделить два периода, во время которых наблюдались серьезные экономические трансформации. Первый – с 1950 по 1978 год – это эпоха планирования, которая прежде всего связана с Мао Цзэдуном. И второй – с 1978 года по настоящее время – эпоха реформ, которую запустил Дэн Сяопин. В рамках первого периода экономической трансформации Китай пытался создать коммунистическую систему советского образца, то есть коллективизированное сельское хозяйство, государственная промышленность и централизованное планирование. Стратегия развития основывалась на существенном расширении тяжелой промышленности, что должно было способствовать созданию машиностроения и появлению структур городского индустриального общества. Технологическая политика получила название «опоры на две ноги». Она сочетала в себе внедрение капиталоемких технологий и там, где это было возможно, трудоемкое обрабатывающее производство. Выпуск стали за 28 лет вырос в 32 раза. По душевой ВВП в два раза. Много? Формально да. Однако всем этим результатам сопутствовали. Политика большого скачка, которая опиралась на коллективизацию и предлагала заменить профессионализм энтузиазмом. За ней последовал массовый голод, от которого погибло по разным оценкам от 20 до 40 миллионов человек. А затем Мао Цзэдун развязал культурную революцию, ставившую цель создать нового человека и победить пережитки китайского общества. Победа увенчалась миллионами жертв, точное количество которых определить просто невозможно. У Мао и до сих пор в мире много фанатов, но вот в Китае конца 70-х с фанатами было как-то не очень. Через два года после смерти великого кормчего Мао Цзэдуна в 1978 году в Китае начались знаменитые реформы Дэн Сиопина. На самом деле идея перехода в сторону рыночной системы не была новой для руководителей КПК. Оппонент Мао Лью Шао Цзэ предлагал начать переход к рыночным отношениям вкупе с укреплением партийной дисциплины еще в конце 60-х. Но товарищ Мао затею не оценил и Лью за это поплатился свободой, а затем и жизнью. Дэн Сиопин и его команда крепких стариков демонтировали систему планирования, а на ее место пришла рыночная экономика. Но это не было похоже на шоковую терапию, которую со скриппом в зубах вспоминают многие граждане стран Восточной Европы. Наоборот, изменения в народном хозяйстве Китая происходили постепенно и сопровождались активной стройкой совершенно новых для Китая институтов. Первая волна реформ накрыла сельское хозяйство. В 1979 году, а затем и в 1981 году, государство на 40-50% увеличило закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, которая превышала предусмотренные планом обязательные поставки. Затем система коллективной обработки земли была заменена системой семейного подряда. Эта система предполагала разделение земель, принадлежавших колхозам, на небольшие участки, которые предоставлялись в аренду семьям крестьян. Семьи должны были обеспечить поставку своих долей продукции согласно взятым коммунным обязательствам. При этом крестьянам была предоставлена возможность получать собственный доход от продаж сверхплановой продукции по более высоким ценам. Иными словами, эти реформы запустили рыночные экономические стимулы. Кроме того, был обеспечен доступ к передовым аграрным технологиям, которые заимствовались Запада. С 1978 по 1984 год ежегодный рост ВВП в сельском хозяйстве составлял почти 9%. Есть ли в этом успехе доля заслуг планового хозяйства? Конечно. И они сыграли свою роль. Это и улучшение контроля над водой, и использование удобрений, и развертывание ирригационных проектов, и применение более продуктивных сортов. Но все это выступало скорее предпосылкой, а не непосредственной причиной роста производительности аграрного сектора. Реформы затронули и промышленность Китая. И здесь все тоже началось с сельской местности. Все дело в том, что помимо работы на поле, китайские крестьяне также изготавливали различные товары кустарным способом. Поэтому после 1978 года местные партийные деятели начали пропагандировать создание поселково-волостных предприятий, или ПВП. В бедной стране был критический недостаток потребительских товаров. И такие вот ПВП позволяли хоть как-то его восполнить. Они продавали продукцию на свободном рынке, что повышало их доступность. При этом ПВП предполагали трудоинтенсивный способ производства. Те самые Патагонки. А в Китае было много дешевой рабочей силы. Поэтому идея сработала. Продукция таких предприятий была конкурентоспособной. Занятость ПВП за 20 реформенных лет выросла с 28 миллионов человек до 135. И доля этих предприятий ВВП с 6 до 26%. Начиная с середины 80-х, рыночные отношения постепенно распространились и на государственный сектор. Здесь все развивалось по схожему пути. Первым делом предприятиям предоставили возможность продавать сверхплановую продукцию на свободном рынке. Далее экономика Китая все больше отходила от плана, становясь все рыночнее по мере своего расширения. В 1992 году 14-й съезд КПК определил в качестве цели дальнейших реформ создание социалистической рыночной экономики. Было упразднено планирование материальных балансов, что фактически означало окончательную отмену централизованного планирования. Направления инвестиций в процессе реформ все больше задавались финансовой системой, а не непосредственно государством. Реформа промышленного госсектора привела к ликвидации непроизводительных мощностей, что, в свою очередь, в краткосрочном периоде ударило по занятости. Ориентация капиталовложений на рынок усилилась, и в результате норма инвестиций оставалась стабильно высокой. Государство же сохраняло активность в определении направлений инвестиций в энергетике и тяжелой промышленности, а также в инфраструктурном плане. Активность эта, к слову, имела скорее неформальный характер. Короче говоря, Китай, становясь все более рыночным, ориентируясь на иностранные инвестиции, сулящие передовые технологии, богател. Здесь следует сделать оговорку. Реформы реформами, но в Китае и во времена бурных изменений, и сейчас наблюдается множественное несовершенство прав частной собственности и правовой системы. Да и будем честными, диктатура никуда не исчезла. Экономический историк Роберт Аллен справедливо задается вопросом. Почему эти посредственные институты функционируют настолько хорошо? Сам Аллен считает ответом наследие периода планирования, но мне этот ответ кажется неполным. Самый аргументированный довод, на мой взгляд, приводит другой экономический историк Марк Харрисон. Когда мы говорим про экономику Франции или Испании или Швеции, мы, как правило, имеем в виду отдельные экономики, которые воспринимаем как нечто целое. Когда мы говорим про экономику России или США, зачастую происходит то же самое. Однако при этом мы можем рассматривать экономики отдельных регионов. Например, Техаса или Татарстана или даже агломерации типа Нью-Йорка или Москвы. А вот Китай, во всяком случае, прямо сейчас, вовсе не представляет собой цельную экономику. Это 31 отдельная экономика, каждая из которых соревнуется друг с другом и каждая из которых интегрирована с мировой больше, чем с соседями. Именно этот механизм вытащил Китай из беспросветной нищеты. Подобная модель получила название региональный децентрализованный авторитаризм или РДА. Еще раз, основная идея РДА в том, что при помощи системы отбора кадров китайские власти устроили соревнования между провинциями. Понять принцип работы РДА можно на примере современных транснациональных корпораций, функционирующих по принципам мультидивизионных фирм. Работу традиционной или унитарной фирмы можно свести к трем основным функциям. Это закупки, производство и продажи. Но представьте себе корпорацию вроде Unilever, Procter & Gamble или 3M. Много брендов, много дивизионов, автономность каждого дивизиона и соревнования между ними. Подразделения таких компаний не комплиментарны. Они не взаимозаменяют и не взаимодополняют друг друга. Они соревнуются. Здесь принцип тот же. Но вместо подразделений или дивизионов провинции. Элита каждого региона несет ответственность за свои успехи и неудачи. Кто из руководителей лучше развивает свою провинцию, у кого экономические успехи выше, тот может претендовать на более успешную карьеру, премии и повышение. Или наказание. Но есть два ограничения. Во-первых, децентрализация сугубо экономическая. Политически в Китае жесткая централизация. Где можно, а где нельзя проявлять инициативу решает Пекин. И регулярно обновляет свои директивы. Второе. Не надо думать, что в Китае полноценная меритократия. Мол, кто лучше работает, тому и в столицу. Это не так. Решает баланс между связями и результатами. Есть результат, но нет связей – нет карьеры. Есть связи, но результаты плохие – нет карьеры. Нужно и то, и другое сразу. Такая модель позволила в условиях догоняющего роста значительно смягчить несовершенство институтов. В итоге, благодаря интенсивным капиталовложениям, дешевой рабочей силе, заимствованию технологий РДА и до недавних пор непрекращающимся рыночным реформам, Китай попрощался с нищетой и взял курс на то самое возвращение национального и экономического достоинства. Сегодня Китаю принадлежит статус второй экономики мира, которая производит пятую часть мирового ВВП. Китай продолжает демонстрировать и впечатляющие темпы экономического роста, стабильно превышающие среднемировые. Но означает ли это, что так будет продолжаться и дальше? И где-нибудь лет так через 25-30 Китай догонит развитые страны по уровню жизни? Для начала цифры. Еще в 1994 году ВВП Китая составлял немногим больше половины триллиона долларов и был меньше американского почти в 13 раз. В 2019-м более 14 триллионов, а разница с ВВП США сократилась до полуторной. Это, конечно, впечатляет. И формально Китай, конечно, вторая экономика мира. Но не стоит забывать, что Китай по-прежнему не является богатой страной. Китай – страна со средним доходом. Ее подушевые ВВП, рассчитанные по номиналу, примерно такое же, как в Казахстане. А если брать ППС, то сопоставим с Туркменией, но уже проигрывает в стране со столицей Нур-Султан. К слову, российские ВВП на душу населения больше китайского. Как не считай. Тут важно прояснить одну тонкую деталь, чтобы понять дальнейшие рассуждения. По-настоящему удивительными является не абсолютное значение ВВП Китая, а то, что Китай обеспечивал стабильно высокие темпы роста при отличающемся от Запада способе организации экономики. Экономист Бранко Миланович – один из ключевых исследователей проблемы глобального неравенства. В своей книге «Капитализм alone» он отмечает, что Китай можно рассматривать в качестве эталонного примера политического капитализма, который противопоставляется распространенному на Западе либеральному меритократическому капитализму. Политический капитализм характеризуется следующими чертами. Первое. Отсутствие верховенства права. Никаких вам правовых гарантий. Источник гарантий – лояльность и коррупция. Второе. Бюрократия эффективна и не связана демократическими процедурами. Третье. Широкая автономия государства относительно групп интересов. То есть не группы интересов лоббируют свои пожелания, а государство подстраивает группы интересов под направление политики КПК. Иными словами, политическая система определяет и конструирует экономику, но не управляет ей напрямую. Политическая система задает цели, поощряет лояльных и наказывает тех, кто пытается конвертировать капитал во власть. Работает ли такой капитализм? Да. Но, судя по всему, у такой системы есть потолок развития. Вы будете смеяться, но даже Китай без дальнейшей демократизации рискует остаться в статусе развивающейся страны. Чтобы понять, где этот потолок и в чем именно проблемы, нам необходимо рассмотреть те инструменты, которыми в Китае проводится макроэкономическая политика. Один из инструментов – мягкие бюджетные ограничения для инвестиций. Это помогает экономическим субъектам годами заниматься неэффективной деятельностью, а именно наращивать непроизводительные инвестиции и не списывать их с баланса. Банковская система Китая состоит из трех уровней, где первый – Народный банк Китая и политические банки развития. Важную роль играют также и государственные коммерческие банки второго уровня, среди которых лидирует большая четверка. Банк Китая, промышленно-торговый банк, строительный банк и сельскохозяйственный банк. И третий уровень – развитая система городской и сельской кооперации, являющаяся основой финансирования малого и среднего бизнеса в стране. Запрет на присутствие иностранных банках был снят относительно недавно, после вступления Китая в ВТО в 2001 году, но пока бурного роста иностранного банкинга в Поднебесной не наблюдается. Кроме того, в Китае действует теневой банковский сектор. Его размер значительный. В 2019 году он составлял 68% ВВП Китая. Регуляторы стремятся его сократить, пока получается со скрипом, потому как неформальный банкинг – это еще один важный ресурс ликвидности для предприятий малого и среднего бизнеса. Но в целом, как ни крути, китайская модель банковской системы сейчас и по направленности изменений, и по статусу – это модель национальных чемпионов, то есть банков-монополистов с доминированием государственной доли. Именно в таких условиях в Китае проводится инвестиционная и промышленная политика, а также денежно-кредитная политика. Официальный банкинг вынужден кредитовать неэффективные крупные предприятия, в том числе в секторах, столкнувшихся с перепроизводством, таких как черная металлургия или строительство. Теневой куда как более придирчив к заемщикам, именно поэтому борьба с ним идет крайне медленно. Китайские власти нацелены сохранить его как основу будущего полноценного рыночного банковского сектора, где формируется более жесткая культура работы с кредитными рисками. Но пока общий вектор такой. Китай в последнее время растет за счет долга. При таком избыточном объеме поступления кредитных ресурсов, эффективных проектов становится все меньше, а предельная полезность инвестиций падает. При этом все большая часть кредитных средств вытесняется из реального в финансовый сектор, что создает пузыри в самых разных его сегментах. А это в случае лопания пузыря приводит к замедлению темпов экономического роста. Еще одним важным параметром макроэкономической политики выступает управляемое плавание юаня и существенные ограничения на движении капитала. Этот фактор, а еще и то, что ключевыми направлениями расходования кредитных ресурсов выступают инвестиции и финансы, позволяют добиваться сравнительно низких показателей инфляции. В районе 2-3% в годовом выражении. Зато внутренний спрос в Китае растет низкими темпами. При этом конечное потребление домохозяйств по отношению к ВВП едва достигает 40%. Это очень нетипично для стран, основу экономики которых не составляет нефтедобыча или финансовый сектор. В Китае самая высокая в мире норма сбережений – порядка 45% относительно 26% в среднем по миру. Все это создает существенные дисбалансы в экономике. Если попытаться резюмировать, то в Китае Как я уже говорил, сегодняшний экономический рост в Китае напрямую сопряжен с долгом. С 2008 по 2018 год Китай – лидер по росту корпоративного долга. Задолженность нефинансового сектора достигла 250% ВВП, причем большая часть опять-таки пришлась на корпорации. Долг при этом кратно выше, чем в среднем по развивающимся странам и сопоставим с развитыми. Финансирование инфраструктурных и других инвестиционных проектов осуществляется в незначительной степени и собственных средств. А большая часть ресурсов – кредитные. Хуже того, в процессе принятия решения о новой большой стройке зачастую проблема рентабельности считается не такой уж и важной. В Китае много непроизводительных инвестиций, но для поддержания инвестиционного роста требуется расширение кредита. И тут нужно чуть подробнее поговорить о ВВП Китая. В июле 2020 года мир узнал, что Китай больше не будет объявлять себе цели по ВВП на следующий 2021 год. И следует признать, что этот шаг выглядит достаточно разумным, потому что ВВП в развитой стране и ВВП в Китае – это несколько разные вещи. Экономисты во всем мире спорят, в какой мере ВВП действительно отражает реальное создание стоимости. В Китае с этим особые проблемы. Во-первых, как я уже говорил, в Китае много непроизводительных государственных инвестиций. Если вы слышали о китайских мостах в никуда, о нерентабельных высокоскоростных железных дорогах, о городах-призраках – это как раз оно. Темпы урбанизации в Китае сегодня одни из самых высоких. Степень обеспеченности жильем населения сопоставима с американским. Проблема в том, что жилье есть, но там никто не живет, и есть сомнения, что будут жить вообще. Как и пользоваться инфраструктурными объектами. Во-вторых, китайский ВВП отражает не столько выпуск, сколько затраты. Вся экономика страны всегда равнялась на официальную цель по темпам роста. Помните? У нас РДА, у нас соревнования между провинциями, у нас карьера зависит от темпов экономического роста. Но рентабельность мало кого интересует. Большая часть неэффективности лежит на плечах государственных предприятий. В общем, наращиваем долг дальше. Если бы Китай мог в долги бесконечно, это не представляло бы проблемы. Но любой долг надо обслуживать. А если инвестиции не производительны, делать это все сложнее и сложнее. Долговую нагрузку можно было бы перенести с государственной головы на здоровую. На домохозяйство через повышенную инфляцию, на богатых через налогообложения, на бедных через ограничение роста зарплат. Однако все эти три развилки тормозят экономический рост. А у нас РДА, гонка за экономическим ростом. Есть четвертый путь. Замещение неэффективных госинвестиций. Более эффективными частными. Но частные инвестиции в Китай скорее падают, чем растут. Еще один путь, которым действительно озабочены в КПК, это рост конечного потребления. Но перераспределить ВВП от местных элит к населению это очень-очень сложная политическая задача. А пока это не произойдет, придется наращивать госдолг. Заодно и отказаться от целей по ВВП. Так надежнее. При этом Китай по-прежнему копирует технологии. Копирует их в огромном объеме. Копирует их настолько много, что в одной из своих колонок экономист Грегори Мэнкью говорил о необходимости защиты авторских прав всех американских предприятий и всех, кто работает в Америке, для того, чтобы Китай не поступал, по его же словам, так скверно. Развитие промышленного сектора, рост инвестиций и экспорта были важнейшими источниками беспрецедентных темпов экономического роста экономики Китая в последние десятилетия. Но привели они к формированию структуры экономики, при которой неизбежным является замедление темпов этого самого экономического роста в будущем. Вряд ли стоит ожидать выхода экономики Китая в дамки без структурных трансформаций. Для этого необходим переход от экстенсивной модели роста, в рамках которой главную роль играет рост количества факторов производства, труда и капитала, к инновационной модели роста, основывающейся на росте общей факторной производительности, развитии институтов и экономических реформов. Проблема в том, сможет ли политический капитализм со всеми этими РДА и авторитаризмом, который вполне подходил для экстенсивного развития, справиться с построением экономики инноваций. Я ставлю на то, что скорее нет, чем да. Современный Китай, в России нынешний, часто ассоциируется с успешной авторитарной модернизацией, по пути которой мы тоже могли бы пойти, если бы сохранили СССР. Но случилась шоковая терапия Горбачев, Ельцин, Чубайс и Гайдар. В самом деле, пока одни любители жесткой руки мечтают о русском Лик Ван Ю, который пасает коррупционеров и заставит рыночек все порешать, другие вздыхают о русской площади Тяньан Мэнь. Проблема же в том, что подобные аналогии не только сомнительны с этической точки зрения, но и попросту не верны. Начнем с СССР и Китая. Первоначально именно Китай повторял путь СССР, а не наоборот. Посмотрите на таблицу, где сравниваются реформы институтов в Советском Союзе и Китае. Процитирую Марка Харрисона. Обе страны прошли через коллективизацию, первую пятилетку, которая уничтожила частную собственность, голод, спровоцированный продовольственной политикой государства. А затем в СССР было несколько попыток внедрить что-то очень похожее на китайскую систему семейной ответственности в сельском хозяйстве. В Советском Союзе это называлось «звено», и таких попыток было три. Был и период, когда Советский Союз пробовал вариант РДА с 1957 по 1965 годы, гораздо раньше, чем Китай. Похожие попытки были в последние годы истории СССР. Но РДА в Советском Союзе не сработал. Почему? Это и разный уровень развития, когда запускали реформы. СССР в конце 50-х, это первая попытка РДА, и уж тем более в середине 80-х, когда попытались реанимировать идею, был гораздо богаче, чем Китай в конце 70-х. Это и структура экономики. Советский Союз к моменту реформ уже был индустриальной страной. Китай – аграрной. Это и численность, а также распределение населения по линии город-село. К моменту реформ в СССР и в 50-е и 80-е большая часть уже проживала в городах, а в Китае ситуация была обратной. Это и большая зависимость СССР от государственных предприятий, коих в Китае к началу реформ было откровенно мало. Наконец, это и дизайн реформы. При Хрущеве ликвидировали отраслевые министерства и передали все полномочия 105-ти региональным совнархозам. Но это были 105 маленьких регионов с населением в среднем порядка 2 миллионов человек. Такие размеры не позволяли регионам достичь полноценной самодостаточности. Эконометрический анализ Андрея Маркевича и Екатерины Журавской показывает, что более независимые, многоторослевые, самодостаточные регионы процветали за счет узкоспециализированных соседей. Совнархозов было слишком много и они были слишком мелкими. И все это делало советский вариант РДА игрой, которая не стоила свеч. А в Китае еще в 64-м году население провинции в среднем составляло 20 миллионов. В момент же начала реформ Дэн Си Апина экономика провинции по объему ресурсов в среднем была сопоставима с типичной европейской страной. Ну и еще. Институты современного Китая очень сильно напоминают институты после сталинского СССР. Знакомства и связи определяют возможность доступа к ресурсам. Центр стоит выше закона, регионы удовлетворяют запросы центра, отправляя им только простейшие показатели экономического роста. Благополучие граждан в этой системе является просто случайным сопутствующим фактом, а не результатом целенаправленной политики. Да и Горбачев пытался провести все те реформы, которые были сделаны в Китае, но было уже поздно. Некогда вторая экономика мира, экономика СССР, трещала по швам. В общем, реформы Дэн Сиапина только начали китайскую индустриализацию, в то время как советские реформы пытались проводить в уже индустриальной стране. А если сравнить Китай и Россию сегодняшнюю? Россия проигрывает Китаю в ожидаемой продолжительности жизни, но различия не сказать, что бы впечатляющие. В Китае сложнее экспорт, однако потенциал человеческого капитала в России выше. Большая доля населения является пользователями интернета, ВВП на душу в России выше, чем в Китае, и это несмотря на 7-летнюю стагнацию. В России в процентах ВВП тратят больше на здравоохранение и образование, чем в Китае, но и здесь цифры вряд ли могут нас удивить уровнем различия. В России, если верить индексу Gini, ниже уровень неравенства. У нас более развитый сектор услуг. Несмотря на все экологические проблемы последних лет, в нашей стране с экологией гораздо лучше, чем в Китае, где основным ресурсом для выработки энергии по-прежнему служит уголь. Да, Китай на протяжении 40 лет демонстрировал впечатляющие темпы роста. Правда, все десятые его экономика растет примерно так же, как Россия росла в нулевые. Короче говоря, можно долго сравнивать Россию и Китай, находить плюсы и минусы как в одной, так и в другой стране, но кое-что мы можем сказать точно. Россия раньше Китая прошла период индустриализации, Россию уже, а Китай вот уже почти исчерпали потенциал экстенсивного роста, и России и Китаю требуются масштабные реформы, чтобы войти в фазу инновационного роста. Однако, есть ли все же что-то такое, чему нам точно следует поучиться у Китая? На рубеже далеких 17-18 веков в России и Китае правили два очень похожих правителя. Оба осознавали отсталость своих государств, оба были молодыми и довольно авторитарными. Оба боролись со старой аристократией, оба сильно расширили границы своих государств, оба затевали масштабные стройки. Оба были неутомимыми реформаторами и очень умелыми управленцами. Одного звали Петр Первый, а другого Канси. Но было одно важное отличие. Канси решил, что лучший путь для Китая это укрепление его изоляции от остального мира, курс на автаркию и самодостаточность. Петр же Первый взял курс на специфическую, но все же вестернизацию, архитектуры, обычаев, армии, флота и частичное образование. Конечно, никакого заочного спора между Россией и Китаем не было, но в целом курс, взятый странами в те годы, плюс-минус, сохранялся вплоть до начала 20 века. И к началу 20 века ни у кого не было сомнений, чей стратегический выбор в конечном итоге оказался верным. Россия в 18-19 веках стремительно модернизируется, входит в состав великих европейских, а затем и мировых держав, в целом успешно сокращает отрыв от более развитых стран, вплоть до катастрофы Первой мировой войны. Цинская династия, напротив, шаг за шагом отстает от Запада, постепенно теряет свой былой статус в международных делах. Что-то мне это описание напоминает. Не могу понять, что? Если бы я сравнивал Китай середины 90-х и Россию начала 20-х, я бы сказал, что страны будто поменялись местами. Однако сегодняшний Китай, мечтающий о возрождении национального и экономического достоинства, как будто бы посчитал, что цель достигнута. Экстенсивная модель дает сбои и приходится ориентироваться на внутренний спрос. Реформы в этой части идут, медленно, но идут. Однако тут же мы наблюдаем закрытый интернет и тотальную слежку, попытки контролировать мысли и умы всех китайских граждан на планете, лагеря для уйгуров и рост нарушений прав человека. Си Цзиньпин пока еще генеральный секретарь ЦК КПК, но уже практически император, как будто бы возвращает Поднебесную к траектории императора Кан Си. Две страны, которые пытались повторять пути друг друга, на деле сегодня находятся в положении начала гонки. Это гонка за право войти в мир развитых экономик. Вопрос в том, кто первым осмелится встать на путь превращения естественного государства в нормальную страну. Единственное, чему России стоит поучиться у Китая, это желанию быть открытым миру. Но одного желания мало. Рано или поздно придется меняться, иначе печальный итог. Ловушка среднего дохода, потерянные десятилетия и вечный неприходящий сентимент некогда былого величия. Субтитры создавал DimaTorzok